добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о развитии морального авторитета мы говорили предыдущие капли о том что я бы назвал внутренним очищением сегодня я хочу поговорить о проявлении вот этого внутреннего очищения это абсолютный абсолютная оппозиция абсолютно всему безнравственным вы скажете это очень трудно и я с вами соглашусь потому что мы живем в мире в котором безнравственность становится нормой когда мы разговариваем с комосексуалистами которые например претендуют вообще в начале не претендовали только на то чтобы их не особо осуждали потом они начали претендовать на равноправие с нормальными людьми сегодня они начинают говорить о том что они правильные а мы нет и знаете у нечестия только такая эволюция сначала о не осуждайте нас о принимайте нас такими какие мы есть о не трогайте нас потом о признайте нас равными признали о теперь давайте сделаем так что мы это есть норма а вы это неправильные люди это происходит с религиозными вещами это происходит с морально-нравственными вещами и так далее и так далее сексуальная сфера мы окружены аморальностью нормы сегодня пересматриваются но знаете как бы то ни было каждый человек абсолютно каждый человек прекрасно понимает что есть правильно и когда особенно когда речь идет о детях и когда мы не противостоим той аморальности которая окружает нашу семью наши дети их моральное осознание она размывается они не понимают где четкие ориентиры в морально-нравственном плане целоваться в 15 лет засос это нормально это преемственно обниматься ходить в полуобнаженном виде это нормально курить употреблять легкие или даже тяжелые наркотики употреблять алкоголь ругаться не уважать старших не проявлять уважение к людям обладающим власть это нормально и здесь даже речь не о том что мы ведем себя неправильно возможно мы ведем себя достаточно благочестиво но как мы реагируем на те или иные проявления безнравственности или беззакония моя младшая дочь старше уже выросли но младшая ей сейчас пять лет и знаете каждый раз когда мы идем с ней мы подходим к пешеходному переходу и я держу ее за руку и она приучена к тому что до определенного возраста она не может переходить дорогу если кто-то из взрослых не держит ее за руку мы подходим и я ей объясняю что сначала нужно посмотреть какой свет горит на светофоре потом посмотреть в одну сторону другую убедиться что нет лихачей которые едут и потом можно переходить и я и объясняю что переходить улицу на красный свет это неправильно это признак беззакония и так нормальные люди не поступают и однажды когда мы стояли на перекрестке я забрал ее с садика одна женщина побежала на красный свет потому что там с той стороны шел ее троллейбус и моя дочка очень громко сказала папа эта женщина неправильно поступает эта женщина повернулась и посмотрела на меня злобным взглядом и моя дочь сказала да эта женщина точно неправильно поступает потому что она беззаконник и этой женщине было стыдно она злилась на меня но она ничего не могла ответить когда вы реагируете на определенные вещи когда вы показываете свое отношение к тому или иному то вы формируете культуру моральную нравственную культуру вашей семье и когда вы занимаете позицию противодействия всему аморальному вы формируете это же отношение ваших детях и ваш авторитет растет